МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Полутораметровая икона святителя Луки Крымского с частицей его целительных мощей впервые гостит в Индии. Для небольшого города, расположенного на территории Барышской епархии, это знаменательное событие. Встречали Луку в соборе со всеми церковными почестями. Сопроводил икону в Индзу насельник Жадовского монастыря игумен Никодим Макушенцев. Батюшка хорошо известен православным Симбирской митрополией. Он уже два десятка лет является духовником ежегодного крестного хода с чудотворной Жадовской казанской иконой Божией Матери. Отец Никодим вместе с клириком Богородицы Рождественского собора и ромонахом Антонием провел небольшой молебен святителю Луки Крымскому. Сейчас помолимся своих родных, близких, попросим укрепления веры. Ну и второе интересное. Спасибо. Божество обречено, все принося, величие Бога, спивая, слава ему, светителю Луки Крымскому. При жизни одаренный Богом врач-священник за свои заслуги получил сталинскую премию за спасение тысяч жизней. По его трудам и по сей день обучают студентов-медиков. Однако он никогда не начинал операции без молитвы перед иконой, которая всегда висела в его операционной. Православные и небезосновательно считают, что после смерти Господь даровал святителю Луке особую благодать – исцеление неизлечимо больных. У людей заново начинают восстанавливаться органы. Бесплодные женщины обретают радость материнства. Тому сотни неоспоримых свидетельств, которые современная наука не в силах объяснить. Все дело в вере и молитве, говорят священники. Парадокс, но на канонической территории Русской Православной Церкви святитель Лука не так почитаем, как, например, на родине православия в Греции. Я был поражен таким почитанием, стал спрашивать людей, расспрашивать. Но через переводчика мне объяснили, что святителям Луко очень много чудесных исцелений было и есть до сего дня в Греции. И греки его почитают, как мы святителя Николая почитаем. Да, он тоже грек. Мы его почитаем как родного, как нашу святого, русского святого. Также вот в Греции почитает святителя Луко. После молебной проповеди инзенцам дали возможность приложиться к иконе Луки Крымского. С верой в сердце попросить святого исцеления себя и своих близких. Икона с частицей мочей будет гостить в Кафедральном соборе Инзы вплоть до Пасхи Христовой, чтобы все желающие смогли приложиться к ней и получить благодать Божию по вере своей. Всю необходимую информацию можно получить по телефону 8 937 455 10 88. Дмитрий Гурин, видеостудия Барышевской епархии, специально для Уллправда ТВ. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин